Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Известные слова Льва Толстого как нельзя кстати. В Щелковском районе вот уже восьмой раз проходит акция с незамысловатым названием «Сухая попа». С помощью такого мероприятия организаторы пытаются обеспечить малышей подгузниками и средствами личной гигиены. Несмотря на большие усилия домов, ребенка, детям, оставшимся без родительского тепла, помощь лишней не будет. Организаторы привлекают внимание к акции с помощью детских голосов. Благотворительный концерт прошел в день открытия на основной площадке – гипермаркете «Глобус». Любой желающий смог положить в специальную корзину подгузники для малышей. Крем, мыло, салфетки – все это окажется не лишним. С помощью таких акций каждый может быть уверен, что товары дойдут до детей. Все положенные в корзину товары будут направлены во Фрязинский дом ребенка. Часть средств отправится и в больницы, где находятся дети, от которых также отказались родители. Акция зародилась в начале 2000-х. Тогда инициаторам пришла эта идея после посещения одного из подмосковных домов малютки. Многоразовые марлю и подгузники не должны сутками обременять младенца. Это понимают в первую очередь, конечно, мамы. С каждым годом акция набирает обороты. Когда есть свой малыш, невозможно не думать о других малышах. То есть обычно мамы с детками не проходят мимо. Вы знаете, очень часто бабушки. Там бабулька, она, может быть, кусочек мыла принесет. Но вот очень часто участвуют бабушки, за что им низкий поклон. Каждый год в среднем акция «Сухая попа» в Щелковском районе собирает более тысячи подгузников. По словам организаторов, этого хватает до Нового года, после чего акция повторяется снова. Люблю детей. Самой трое внуков. Дети взрослые. Ну как же не принять участие? Мы всегда принимаем участие. И с детьми приходим. И они и маленькие ходят, выбирают, что понравится, то и выбирают. А сегодня я вот одна, но тоже услышала, пробежала. Внести свой вклад так же быстро и просто можно до 1 июня. Марина Познякова, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково».